добрый день уважаемые дорогие подписчики а также те кто зашел на мой канал совершенно случайно кто зашел впервые подписчиков прибавляется и прибавляется я этому только рад и поверьте ничего с этого не получаю а сегодня про советскую еще возвратную ступень байкал хотя она и заявлены как образец из начала двухтысячных годов но думаю что навеян это было еще в 90 и ведь представьте имеете вы мотор скажем rd 191 с тягой под 250 тонн жалко терять а еще хуже rd 170 который неведомо вообще сколько тяги выдает 4 камерник тот что стоял на ракете энергия и вам вот ее надо бросить сломать потерять байкал хороший вариант для возврата и на мой взгляд гораздо лучше чем вот эти четырехногие всякие фальконы то есть машина садится на собственном крыле на собственную взлетно-посадочную площадку которых по курсу старта ракет немало ну выскажу и свое фе так сказать я думаю что шасси могли бы быть попроще полегче поинтереснее и также двигатель турбореактивный стягой в пять тонн зачем он ей нужен пусть бы садилась как планер вот и все а теперь слово представителю и науки и разработчика это завод имени хроничева пожалуйста смотрите и до следующих встреч ракета-носитель байкал является дальнейшей модернизации ракеты-носитель ангара в частности и и легкого класса или первой ступени тяжелого класса она используется для в легком классе используется для вывода легких спутников на орбиты а в качестве первой ступени ракеты тяжелого класса является ее спасаемым модулем основным преимуществом байкала перед ангарой является то что в данном случае мы спасаем конструкцию самой ракеты то есть его баков двигательной установки системы управления и можем использовать ее многократно в частности двигатели планируется использовать до 20 раз а корпус баков до 100 раз кроме того преимущество в том что мы уходим от полей падения ступеней ракеты как за которые нужно платить другим странам там казахстану а в данном случае ракета-носитель байкал с помощью установлено в его передней части обычного авиационного реактивного двигателя возвращается к точке старта и садится на обычный аэродром который может располагаться там нескольких десятков километров от космодрома поскольку ракета-носитель байкал является модификацией ракета-носитель ангара то и двигатель на ней используется тот же самый что и на ангаре rd-191 его преимущество в том что он использует экологически чистые компоненты по сравнению с теми которые применяются на современных ракетах это кислород и керосин и может многократно использоваться до 20 раз что естественно удешевляет вывод полезной нагрузки на орбиту шасси в байкале используются обычные авиационные с одной стороны это удешевляет конструкцию с другой мы используем отработанные в авиации многократно использованную конструкцию которая имеет большую надежность их использование точно такое же как и в авиации стартует ракета в вертикальном положении в это время шасси находятся в сложенном состоянии а при посадке ее на аэродром возврата шасси открывается как на самолете и байкал садится на аэродром как обычный самолет когда ракета-носитель стартует она стартует как и обычная ракета в вертикальном положении крыло в это время находится расположена вдоль корпуса ракеты после старта она так и продолжает находиться когда ракета выполнена свое назначение отделяется полезная нагрузка и носитель начинает возвращаться к точке возврата на аэродром посадки крыло разворачивается в рабочее положение и далее включается авиационный двигатель и ракета садится как обычный самолет так так так